Ульяновская область Сегодня губернатор Сергей Морозов передал в ведение нескольких муниципальных образований, новенькие мазы и тракторы. Техника приобретена для нужд жилищно-коммунального комплекса по договору лизинга. На церемонии передачи побывала Виктория Черкова. Новые погрузчики-экскаваторы выстроились на площадке возле Дома культуры Киндяковка. 98 единиц техники появились здесь не случайно. Они должны отправиться в районы области, чтобы помогать их жителям по хозяйству. За ключами от машин приехали главы муниципалитетов. Губернатор Сергей Морозов провел церемонию вручения. Выступительной речи он дал понять, что история с презентами только начинается. Ну и конечно к этой коммунальной технике в ближайшее время мы присовокупим еще достаточно хорошие подарки для всех наших с вами земляков в виде пассажирско-автомобильного транспорта. С торжественным волнением чиновники из районов получили заветные ключи. После церемонии глава региона решил лично убедиться в качестве дарованной техники. Осмотрел один из бульдозеров. Это замечательная техника, а самое главное доставляет огромное удовольствие о том, что это наша российская техника. Техника, которая может справляться с этими огромными снегопадами. Пополнение районных автопарков стало возможным благодаря соглашению между компаниями веб-лизинг и Ульяновским областным водоканалом. Контракт заключен на пять лет. Его сумма составляет полмиллиарда рублей. Что немаловажно, после завершения договора все машины перейдут в собственность Ульяновской области. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. Порядка 20 тысяч детей получат государственную поддержку в подготовке к учебному году в Ульяновской области. Речь идет о ежегодной областной акции «Помоги собраться в школу». Она проходит в регионе вот уже 15 лет. За все годы проведения из разных источников было собрано свыше 400 миллионов рублей. По традиции старт был дан в День защиты детей. С раннего утра в парке имени Александра Матросова начали работать детские спортивные и развлекательные площадки. Малыши развлекали аниматоры, а детей постарше учили рисовать картины и клеить фигурки на мастер-классах. На сцене талантливые мальчишки и девчонки пели и танцевали, заряжая хорошим настроением зрителей. Здесь же будущим первоклассником глава региона Сергей Морозов вручил портфели и наборы канцелярских принадлежностей, а также пожелал хорошего летнего отдыха. Мы в этом году потратим рекордную сумму финансовых средств, более 600 миллионов рублей, уважаемые товарищи взрослые, на то, чтобы организовать качественный летний отдых. Почти 90 с лишним тысяч мальчишек и девчонок отдохнут в наших оздоровительных лагерях, в разных, в разных лагерях. И мы сделали все, чтобы ребятам там было интересно. Во время торжественной части Сергей Морозов подарил многодетной семье Волковых-Сюньковых, воспитывающей 10 детей, ключи от автомобиля «Газель», а другим родителям сертификаты на приобретение школьной формы от местных производителей со скидкой до 20%. Ну, нас не первый год поздравляют, то есть нас приглашают на елки новогодние, дают подарки, спектакли, хорошее настроение, опять же, быть новогодние. И помогают в школу собраться очень тоже плодотворно, я считаю. Потому что много, очень много денег сейчас надо, чтобы детей прям укомплектовать, так скажем, в школе. Напомним, благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проводится в Ульяновской области с 2005 года. Так, в прошлом году помощь в подготовке к учебному году получили 23 173 ребенка. В этом году акция продолжается. Наталья Чумощенко, Александр Кудряшов, Новости Улл, Правда ТВ. В День защиты детей праздничные мероприятия прошли во всех парках и учреждениях культуры. Для ребят были организованы концерты, викторины, флешмобы и многое другое. В микрорайоне «Мостовая» для местной детворы устроили День лимонада. Всех желающих угощали газированным напитком, а самые смелые смогли поучаствовать в соревнованиях по дартсу и стрельбе из пневматического пистолета. С 5 мая в Ульяновской области проходит крестный ход с чудотворной казанской иконой Божьей Матери. 1 июня святыня прибыла в Ульяновск и пробудет здесь до конца июня. Подробнее расскажет Ирина Антонова. Вот уже 15 лет ежегодно в Дни Светлой Пасхи чудотворная жадовская икона казанской Божьей Матери путешествует по Ульяновской области. За два месяца она успевает побывать в 120 приходах Симбирской митрополии. Протяженность ее маршрута достигает 3,5 тысяч километров. В этом году ульяновцы встречали икону Пресвятой Богородицы 1 июня на Соборной площади. Издавна образ Пресвятой Богородицы из села Жадовки почитался в Симбирской губернии как исцеляющий многие болезни, помогающий при всевозможных стихийных бедствиях, пожарах, неурожая. Традиция проводить крестный ход иконы казанской Божьей Матери по приходам Симбирской епархии сохранялась до 1924 года. Потом настало безбожное время. Традиция была возобновлена спустя 80 лет. В 2003 году по всем регионам Поволжья с крестным ходом прошла икона Серафима Саровского. Я подошел к почистшему владыке пророку с просьбой богословить, пройти с этой иконы наш город. Это был мой первый год. Владыка богословил провести крестный ход. Ну как бы с обидой сказал. Владимир, вот ты подошел ко мне с просьбой провести крестный ход с Серафимом Саровским. А у нас же есть своя святыня, главная святыня Симбирской епархии. Это икона Казанской Жадовской Божьей Матери. После этого Владимир Конов целый год работал в областном госархиве, где нашел церемониал древнего крестного хода с Жадовской иконой Казанской Божьей Матери за 1848 год. В соответствии с ним он написал приближенный к современности церемониал. С 2004 года за благословление владыки Прокла Владимир Конов смог возобновить крестный ход с иконой, которую с давних времен почитают в Симбирской губернии. Икона Пресвятой Богородицы каждый год обходит все приходы трех епархий – Индзинской, Барышской, Меликесской и Симбирской Новоспасской. Все приходы прихожане встречают эту икону с большой радостью, потому что Матерь Божья своею заботою, своим дружеским участием, своим покровительством окормляет наших жителей, возбуждает в них духовные чувства, возбуждает в них веру, благочестие, ревность о Господе. И отходит от нашей жизни все дурное, все плохое, все упадническое. И приходит надежда, приходит радость, приходит усилие и желание что-то делать к улучшению нашей жизни здесь. Во встречу чудотворной иконы приняли участие митрополит Симбирский Новоспаский Анастасий, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, глава города Ульяновска Сергей Панчин, духовенство и миряне Симбирской епархии, представители казачества, общественности, православная молодежь. По молиться пришли около двух тысяч человек. По традиции верующие крестным ходом проследовали в Спасовознесенский кафедральный собор, где была совершена божественная литургия архиерейским чином. По завершении богослужения митрополит Анастасий поблагодарил священнослужителей и мирян за радость совместной молитвы в день прибытия в кафедральный град самой почитаемой на Симбирской земле иконы. Сегодня Царица Небесная невидима, но видим в видимом образе Казанской иконы Божьей Матери, прошла по старинным городам, улицам нашего города и тем самым благословила всех жителей, верующих и неверующих, всех тех, кто любит Бога и кто изгоняет Бога из своей жизни. Всех она, Небесная Мать и Царица и Заступница, любит и молит Господа о том, чтобы все мы обратились к Господу, чтобы воскресший Господь даровал нам всем жизнь вечную, чтобы мы поняли, в чем смысл нашего земного бытия. Казанская Жадовская икона Пресвятой Богородицы будет пребывать в Спасовознесенском соборе до 3 июня включительно. После Божественной Литургии в День памяти симбирских святых икона будет перенесена в Воскресенско-Германовский собор. Выставляться для молитвенного поклонения в храмах Ульяновска Жадовский образ Пресвятой Богородицы будет до конца июня. 22 июня она вновь вернется в Спасовознесенский собор. И 24 июня икона отправится в Чердоклинский район и продолжит следование по городам и районам Симбирской митрополии. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды. Местные инициативы – это возможность реализации проектов по инициативе граждан, которые направлены на решение вопросов местного значения от ремонта дорог до обустройства детских площадок. В этом году на инициативы ульяновцев выделена рекордная сумма. В минувшие выходные в Ульяновске прошел совет по вопросам развития, поддержки добровольчества, социальных инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций. В заседании принял участие глава региона, который наградил лучших волонтеров. Нет интересований о том, что нам хватит время и желание обсудить новые проекты. И, конечно же, начнем мы наше сегодняшнее заседание с награждения самых достойных представителей, позвольте мне так сказать, этой благородной миссии. Ни для кого не секрет, что мы вполне очень целенаправленно на протяжении последних 15 лет уделяем особое внимание к теме добровольчества, благотворительности, волонтерства. Добровольчество в России за последние годы стало значимым социальным явлением, способным при благоприятных условиях, создаваемых обществом и государством, стать толчком для социального и экономического развития страны на годы вперед. Сегодня развитие НКО поддерживают на федеральном уровне, а это значит, что в каждом регионе ведется активная работа. Так, в Ульяновской области идет возрождение идей милосердия и взаимопомощи в рамках проекта «Десятилетие доброты». Он включает множество проектов, среди которых серебряное волонтерство, экологические акции, мероприятия по сдаче донорской крови, помощи малоимущим и бездомным людям, детям-сиротам и многим другим. Кроме этого, в эпоху цифровизации акцент сделан на медиапродвижении добровольческих инициатив. Одной из целей платформы – это была некая систематизация, цифровая систематизация волонтерских инициатив. Поскольку сегодня волонтерские движения набирают обороты, то сложилось некое понимание того, как все это можно упорядочить. Потому что волонтер – это свободный человек, не относящийся ни к той или иной структуре, группе, правительству, государству, школе. Это свободный человек, которого так или иначе надо все равно контролировать. На совете общественники озвучили ряд проблем, которые мешают им развиваться. Среди них – неактивность вузов в грантовых конкурсах и проектов, безинициативность руководства школ по доведению нужной информации до учащихся. Все это мешает глобальной стратегической работе по развитию волонтерства, которое будет выстроено на территории области с 2019 года. На территории Ульяновской области была создана автономная некоммерческая организация по развитию добровольчества и благотворительности с таким добрым названием «Счастливый регион». На базе «Счастливого региона» начал работу полноценный ресурсный центр по развитию добровольчества. И основной задачей центра будет исполнение поручений президента по итогам госсовета по развитию добровольчества. Также особо важным отмечен ежегодный конкурс «Доброволец России», в рамках которого распределяются средства грантового фонда в размере 45 миллионов рублей. В прошлом году охват проекта составил 85 регионов, определено 36 победителей, трое из которых с родиной Ленина. В 2019 году, как надеются общественники, с помощью поддержки главы региона триумфаторов из Ульяновской области станет больше. В планах на 2020 год участие ульяновских НКО более чем в 40 грантовых проектах и конкурсах. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов, Новость Улл Правда ТВ. Пятый областной фестиваль «100 лучших песен» прошел в это воскресенье в базарном Сызгане. На него съехались 50 образцовых коллективов Ульяновской области. По выражению губернатора, тоже посетившего фестиваль, рабочий поселок на один день превратился в культурный центр всего региона. Около 300 лучших голосов Ульяновской области исполнили «100 лучших песен» на фестивале в базарном Сызгане. Проект, который существует уже пять лет, начал перерастать региональный уровень. Во-первых, все началось со списка «100 лучших песен», которые поручил сделать наш губернатор Сергей Иванович Морозов. Потом тут так у нас как бы логично вытекло, что должен быть и фестиваль «100 лучших песен». Сначала, сегодня он пятый, сначала, конечно, немножко туго все шло в дело, люди отучились петь вместе, стеснялись. Но теперь, конечно, все пошло на лад. И сегодня абсолютно все песни наши зрители пели вместе с артистами и вместе даже с губернатором. Сценическое действие – только вершина айсберга под названием «100 лучших песен». Его подводная часть – возрождение культурных традиций, формирование региональной идентичности, воспитание патриотизма через песню. Что дальше? Вот мы сегодня будем встречаться и обсуждать, как дать возможность базарному Сызгану вместе с своим замечательным фестивалем выйти на большие всероссийские, а может быть даже на международные площадки. «Мы действительно со следующего года будем очень активно готовить этот фестиваль, очень серьезно его финансировать для того, чтобы со всех уголков не только Ульяновской области, но и Российской Федерации, а может быть даже и за пределов Российской Федерации сюда приезжали желающие исполнить вот такие песни». Комплексному развитию базарного Сызганского района на этот раз дала толчок культура. В планах капитальный ремонт дороги, строительство и ремонт культурных объектов. И это дело не какого-то абстрактного будущего. Реконструкция храма, например, начнется уже на этой неделе. Тут же на фестивале Сергей Морозов встретился с лидерами общественного движения за народную песню. «Давайте вместе подумаем, как сделать так, чтобы в каждой квартире запили, как сделать так, чтобы в каждом доме запили, как сделать так, чтобы они соревновались, как сделать так, чтобы они мечтали попасть в базарный Сызган». Уже сейчас многие региональные коллективы мечтают о приглашении на этот фестиваль – базарный Сызган. Однако район не в состоянии принять всех. Одноневный формат слишком мал для того количества артистов, которые могли бы здесь выступить. Поэтому со следующего года губернатор предложил проводить мероприятие в течение нескольких дней. Встречное предложение от работников культуры – предварить его детским фестивалем «100 лучших детских песен». В очередной раз мы убеждаемся, что Сергей Иванович очень озабочен, очень интересуется творчеством и именно народной песней. Мы говорили много о чем полезном, о том, что это дело надо развивать. Но если ерничать, то расширить и углубить. В самом деле, зачастую люди приходят чисто на концерт отслушать, заплатив, не заплатив при этом. А хотелось бы, чтобы исполнялись такие песни, которые знают в народе. Баяна нет, а люди хотят. Я встречался со многим, кто бывает, прославил. Я, как бы, на баяну хочется. Помимо фестиваля «100 лучших песен», ежегодно на территории Ульяновской области в муниципальных образованиях проходит свыше 40 вокальных фестивалей и конкурсов по различным жанрам. От авторской до эстрадной песни. Ульяновские муниципалитеты могут похвастаться тем, что не только производство, но и культурные мероприятия становятся отправной точкой развития местности. Павел Половов, новости Ульяновской правды. 8 июня в 11 утра на Ульяновском ипподроме состоится празднование Чувашского национального праздника «Акатуй». Для гостей будут работать концертные творческие площадки, состоится конкурс баянистов. Для детей будут организованы спортивные игры, выступления победителей областных детских чувашских конкурсов. Также зрители могут увидеть чувашскую борьбу, принять участие в народных забавах, посмотреть выступления лучших творческих коллектив Ульяновской области и Чувашской республики. Завтра в Ульяновской области ожидается солнечная погода. Температура днем не будет превышать 20 градусов. Ветер северо-западный умеренный. Это все новости на сегодня. Смотрите итоги дня по будням 18.50 на информационном портале улправда.ру. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»